Динамическое развитие интимного партнерства, как правило, вмещает в себя достаточно определенный комплекс различных сторон, взаимоотношений между партнерами, ну и между партнерами и окружающими, хотя там нет такой четкой зависимости. Интимное поведение в постоянной паре, все равно официальный и неофициальный, проходит ряд стадий, которые достаточно достоверно отражают суть происходящего, суть тех партнерских отношений, что позволяет оценивать степень взаимоотношения и взаимоприемлемости, привязанности супругов друг к другу. Понимание происходящего в паре позволяет эффективно строить терапию супружеской пары в случае обращения их за помощью. Начало отношений, начальная стадия характеризуется неуверенностью в возможности совместного будущего или вообще отсутствием запроса на продолжение отношений. Будут они развиваться или нет, пока это может быть в достаточной мере случайный секс, и поэтому каждый из партнеров проявляет свои запросы и возможности в соответствии с собственными сексуальными стереотипами и своим собственным сексуальным сценарием. В это время здоровые мужчины и женщины вкладывают в свое поведение стремление к новизне, выявление собственных возможностей, испытанию и оценке своего партнера с разных точек зрения. Запросы партнера учитываются мало, сама его личность не очень значима, случайная связь ни к чему не обязывает. Секс несет рекреативную окраску в нормальной здоровой паре. Но при исходном наличии психологических сексуальных комплексов человек может быть более раскованным, поскольку партнер не является для него значимым, и это снижает тревожность его в оценке и в самооценке. С другой стороны, исходная тревожность и мнительность могут еще больше усилиться, если поводом для связи является попытка испытать себя, или партнер проявляет неприемлемую активность или даже агрессивность. В то же время, легкость связи, возможность прервать ее в любой момент, низкая значимость партнера позволяют экспериментировать без социальной цели. Это бывает очень важно. Никаких обязательств на будущее, никакого, так сказать, послевкусия. На этой стадии человек уделяет больше внимания удовлетворению собственных потребностей, чем потребностей партнера. Начало отношений – у тебя такой секс, который ты сам себе позволяешь. При этом в начальной стадии отношений партнеры, возможно, будущие супруги могут позволять себе то, что в браке они будут считать неприемлемым ни для себя, ни для своего партнера, ни для своего ближайшего окружения. Групповой секс, анальный секс, какие-то там варианты эксгибиционизма и так далее, и так далее. То, что в начале легких отношений может быть приемлемым для кого-то на фоне серьезных отношений, становится неприемлемым абсолютно. Развитие отношений. Стадия развития отношений характеризуется нарастающей социализацией, то есть романтичность первых встреч, встреч наедине, сменяется введением, проникновением партнеров в круг друзей, знакомства со значимыми людьми, родственниками, друзьями, подругами и так далее. Пара на этом фоне становится более единой, однородной, партнерство больше оформляется и становится несколько больше обособленной от социума. В этом нет никакого противоречия, социализация и, так сказать, большая компактность пары вполне нормальна. В результате меняется сам характер секса. Человек больше внимания уделяет запросам партнера, наконец-то, учитывает его или ее возможности при интимной встрече. Выраженная эротичность периода узнавания сменяется подспудно или в декларативном плане отработкой некоего сексуального стереотипа, который позволяет в кратчайшие сроки достигать удовлетворения обоих партнеров. И на данном этапе выработка сексуального стереотипа является позитивным процессом. При этом мнение партнера становится более значимым и в ряде случаев принимает сверхальтруистическую форму жертвования собой. Как-то мне попалась книга, к сожалению, на английском языке «Патологический альтруизм». Я двойки всегда за немецкий получал, поэтому что там внутри, я так и не знаю. Но само название произвело на меня неизгладимое впечатление. Альтруизм – это действительно чисто человеческое извращение, которое идет против инстинкта самосохранения. Но мы же люди, мы еще и не то можем. Вот этот сверхальтруизм, наряду с особенностями второго партнера, очень часто проявляется в молодых парах. Когда у женщины, у молодой женщины нет собственного сексуального опыта, или он крайне мал, или априори считается, что мужчина лучше знает, у него больше опыта, возможно. И она рассматривается как ученица, мужчина навязывает свой сексуальный сценарий, которому она подчиняется, просто потому что не может предъявить свои собственные запросы. И потом этот сексуальный стереотип входит в плоти кровь молодой семьи, хотя, может быть, и не является оптимальным. И в будущем этот условный паритет, скорее всего, будет нарушен, но пока он расценивается как шаг вперед в этих отношениях. Таким образом, на этой стадии больше внимания уделяется партнеру, больше, чем раньше, или даже больше, чем себе. Стадия развитых отношений. Чаще в браке любого типа характеризуется дальнейшим совершенствованием стереотипа сексуального поведения, который при определенных особенностях характера хотя бы одного из партнеров может принимать даже форму ритуала. Сексуальный стереотип, как результат взаимного, хотя и не всегда равноправного приспособления партнеров друг к другу, к запросам и возможностям друг друга, на определенное время становится основной формой интимного общения. Стереотип, гармоничный стереотип позволяет обоим супругам реализовывать свои потребности, не препятствуя хотя бы реализации потребностей партнеров, а еще лучше и стимулируя их проявление. Прекрасная гармония, которая, увы, кончается, как любая другая гармония. Через неопределенный промежуток времени стереотипное сексуальное поведение может приобретать негативные черты в связи с изменениями личности в нормальном смысле, взаимоотношений, запросов, условий жизни, рождения детей, заболеваемости и так далее. И, как правило, снижение позитивного потенциала этого стереотипа проявляется у партнеров не одновременно. И в связи с этим развивается конфликт между потребностью одного из партнеров в изменении стереотипа и стремлении второго партнера сохранить его, как по-прежнему приносящего наибольшее наслаждение или связанной хотя бы с наименьшими негативными переживаниями. Стереотипы тоже бывают разные. Изменение или ломка стереотипа может оказаться болезненной в связи с характерологическими особенностями супругов, но при наличии стремления обеих сторон к диалогу происходит выработка нового взаимоприемлемого поведения, учитывающего новые запросы и возможности пары. Это укрепляет партнерство и на некоторое время становится основой для вновь гармоничных интимных отношений до следующего кризиса. Тот самый кризис среднего возраста, совершенно неопределенное и неясное название, во многом может быть связан именно с таким кризисным изменением интимного стереотипа. Рано или поздно может наступить и стадия угасания отношений, распада пары в рамках семейной сексуальной дисгармонии. И на этом этапе вновь возвращается интимное поведение первого этапа, достаточно эгоистичное. Но теперь направленность на удовлетворение себя за счет партнера дополняется пренебрежением к страданиям партнера от подобного поведения. В большинстве случаев на этом этапе, на стадии угасания отношений, один из супругов настаивает на реализации своих прав, а второй конфликтует или терпит происходящее, без позитивной вовлеченности в секс и с негативным отношением как к этому активному партнеру, так и к самой его интимной активности. Психологический секс сможет приобретать черты большего или меньшего насилия и, с одной стороны, и вынужденности, с другой. Партнерство секса нарушается на социальном уровне, оставляя лишь биологическую функцию физиологического расслабления, разрядки. Речи нет об удовлетворении партнера, как на второй стадии. Я ложусь в постель для тебя, скорее для тебя, чем для себя. Хочется либо избежать контакта, либо поскорей отработать номер и освободиться до следующего мучения. На этом уровне, ну, впрочем, как и на любом из предыдущих, пара может задерживаться неопределенное время, постепенно принимая ситуацию как нормальную, естественную. Эмоциональное опосредование постепенно сглаживается, реакция по типу «все так живут» принимается безоговорочно. Прекратить такой секс и такую жизнь не получается, что-то не позволяет. Что-то – это, естественно, социальные факторы, которые чаще всего только маскируют реальность страха перед будущим и собственную беспомощность. Если не терпеть, если что-то делать, то вся конструкция партнерства окончательно обрушится. И что дальше? Осложнения предвидятся по самому широкому спектру жизненных запросов и обязанностей. Не с кем заниматься сексом, пусть даже таким. Не могу обеспечить себя или себя и ребенка. Не хочу делить квартиру, дачу, машину. Не могу оставить ребенка. Чаще, естественно, это у мужчин. Однако такое псевдоравновесие, оно и есть псевдо. И оно может быть внезапно нарушено под влиянием каких-то внешних факторов. Изменение взглядов, получение дополнительного опыта. Не только, а может и вообще не интимного. Влюбленность на романтическом уровне, изменение состояния здоровья, причем любого из партнеров и так далее. И тогда вот эта устоявшаяся и кажущаяся устойчивая внутренняя конструкция пары разрушается, позволяя каждому из партнеров строить новые отношения или наслаждаться преимуществами свободного плавания. Таким образом, проходится определенный путь взаимоотношений, путь интимных отношений, путь секса на фоне развивающихся, развитых, застоявшихся и угасающих отношений. Понимание вот этих фаз, вот этих последовательностей может иметь очень большое значение тогда, когда сами супруги нечетко понимают или нечетко излагают происходящее в их паре. Все это раскрытие перед ними всей этой последовательности может применяться как в психотерапии, в первую очередь в психотерапии пары, так и для назначения какой-то семейной терапии, секс-терапии или любых других наших психотерапевтических и медикаментозных воздействий. Благодарю вас за внимание. Да, здесь тоже.